Уважаемые мастера, вы и здравствуйте, меня зовут Сергей Клеин, мы находимся в столярной школе рубанков. Сегодня мы с вами поговорим о магнитных стуслах для пиления Хунг-Дуй. Подобные приспособления предназначены для высокоточной работы, для быстрой работы, и в том числе для работы, когда требуется стандартизация углов. Немного теории. Мы с вами знаем, что ящичные соединения бывают с прямым шипом, с шипом-заусовкой и со скосом, так называемый ласшкин хвост. Так вот, линейка этих приспособлений закрывает все наши требования к шиповым соединениям. Если нам требуется пилить идеально 90 градусов, это линия заплечиков, это торцевание и прямые шипы, мы берем приспособление, с помощью которого мы легко это сделаем. Идеальная повторяемость, идеально 90 градусов в двух плоскостях. Следующий вид пиления под 45 градусов, так называемая заусовка. Приспособление такое тоже есть, и справа, и слева. На ящичных соединениях заусовка применяется для скрытия шпунта. И самое главное, самое вкусное, это, конечно же, соединение ласшкин хвост. В зависимости от толщины заготовки и от породы, твердая или мягкая, мы берем приспособление 1 к 8. Мы применяем для твердой древесины. Это примерно 6,5 градусов. Если мы работаем с мягкой древесиной, мы используем скос 1 к 6. Это примерно 9,5 градусов. И если мы работаем с тонкими ламелями, с тонкими деталями, мы используем скос 1 к 4. Это 13-14 градусов. Есть скос 1 к 7. Это нечто среднее. Это когда мы работаем и с мягкой, и с твердой древесиной, комбинируем их. Технические характеристики магнитного стусла. Корпус выполнен из анодированного алюминия. Винты латунные с хорошей резьбой не закусывает. Пяточка подвижная, что позволяет не заминать материал. Максимальный раствор винта, то есть заготовку, которую мы можем зажать в данном приспособлении, 26 мм. По бокам к редкоземельным магнитам приклеены пластиковые экранчики. Что радует, в комплекте есть и запасные экранчики. Пластиковый экранчик закрывает магнит, позволяет пиле скользить относительно этого магнита, и не тупить пилу, и не царапать сам корпус. Пластиковый экранчик немного выступает над корпусом, что позволяет нам работать пилой с небольшой разводкой. Но лучше всего работать пилой, у которой вообще нет разводки. Собственно, такой пилой мы работать и будем. Итак, для того, чтобы показать, как этим приспособлением пользуются, нам понадобятся две заготовки. Две откалиброванные заготовки. Нам понадобится пила без разводки и рейсмус. Делать мы будем соединение ласточкин хвост. Я выбираю магнитное стусло со скосом 1 к 6. Итак, первое, что мы с вами делаем, отмечаем глубину наших с вами соединений. Рейсмус настраиваем, раствор рейсмуса по факту, по толщине заготовки. И по периметру делаем риску. И на ответной части, и на части, которая у нас будет являться шаблоном для ответной части, который мы зовем ласточкин хвост. Сделаем метки. ЛХОЧ. Есть. Теперь, собственно, приступаем к пилению без разметки. Сначала мы делаем элемент ласточкин хвост. Наше с вами магнитное стусло устанавливаем с одного края заготовки. И пилим. Останавливаемся там, где у нас проведена, есть линия рейсмуса. Смещаем магнитное стусло примерно по центру. И пилим. Пилим без напряжения, не форсируя событий. Магнит идеально сохраняет плоскость. Наша с вами задача навести пилу на себя. Так как это пила японского типа. И в обратную сторону. Скос с другой стороны. Есть. И левая сторона. Точно так же отступаем 5-6 миллиметров на глаз. Есть. Следующий этап. Перенесение разметки на ответную часть. Воспользуемся некой хитростью. Выставили заготовки одно относительно другой. Фиксируем их. Размечаем. Той же самой пилой. Есть. Далее пилим. Мы с вами должны перенести упор на другую позицию. Пиление со скосом по торцу. Угол абсолютно тот же. Угу. Есть. Средние пропилы. И скос с другой стороны. Пиление со скосом по торцу. И последний. Я карандашом зачеркиваю те части, которые буду удалять. Хорошая привычка. И на ответной части, и на ласточкином хвосте. Точечки ставлю там, где мне нужно заготовку сохранить. Далее мы лобзиком выпилим ненужный нам материал. Немножко стамеско подработаем его. Боковые грани трогать совсем не будем. Они будут у нас строго из-под пилы. В данном случае нам поможет магнитное стусло для пиления идеально 90 градусов. Его мы и применим. Продолжение следует. Все, соединяем. Оп. С первого раза, без всякой подрезки. Чик-чик-чик. Максимально идеально. Для изготовления данного соединения мы использовали два стусла. Ласточкин хвост и 90 градусов. Идеальный вариант это когда в наличии есть три стусла. Ласточкин хвост, 90 градусов и 45 градусов. Этим самым вы перекроете все ваши потребности в вашей работе. Мы применяли для работы пилу без разводки. Гибкая пила. Единственное требование к ней, чтобы она была жестче, чем остальные пилы. Ссылка на эту пилу в описании под видео. Пила работает идеально. Вот сможете посмотреть след, который она оставляет. Благодаря стуслам сохраняются углы, необходимые нам. А благодаря тому, что нет разводки у пилы, шероховатость как будто бы после рубанка. Нет необходимости подрезать стамеской. Это очень важно. Как мы уже говорили, можно применять пилы с разводкой. Самое главное, чтобы у них не было обушка, был мелкий зуб и пилы были универсальные. Чтобы пила могла перейти вдоль и поперек. Пилы, которые мы вам рекомендуем, в описании под видео. Подводя итог, магнитные стусла будут прекрасным помощником любому мастеру. С помощью данного приспособления можно делать шиповые соединения легко, аккуратно и быстро. Учитесь и работайте вместе с нами, Школа Рубанков.